И закрепление в Конституции статуса Государственного Совета, которому перейдет часть президентских полномочий. Конституционная реформа 2020 года проводится с беспрецедентной скоростью. О своем намерении изменить основной закон Путин объявил в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию 15 января. Уже 20 января поправки были внесены в Нижнюю Палату. На подготовку отзывов и замечаний думские комитеты и фракции, правительство, Совет Федерации, Верховные и Конституционные суды, Счетная палата и региональные власти получили один день. На вопрос, чем вызвана такая спешка, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что любые инициативы Владимира Путина реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем, сказал Песков. И в данном случае с ним трудно не согласиться. Каким будет новое государственное устройство России, кому будет принадлежать реальная власть в стране? Эту тему обсудим с сегодняшними гостями нашей программы. То есть если граждане приходят голосовать и 90% граждан говорят, мы против поправок, ничего не происходит, поправки все равно принимаются. Подождите, тогда парламент задумается и, наверное, будет обсуждать, и президент задумается. Ведь это же позиция президента. Президент предложил, давайте-ка мы, перед тем, как мы внесем поправки, давайте мы обсудим. То есть мы его сейчас внесем, первое чтение и принимаем, и спросим мнение граждан. Как мы его будем выяснять? Это еще вопрос, да? Мы на него еще пока не ответили. Но вот это вот голосование, которое будет как-то проводиться, оно ведь будет не после первого чтения, оно будет после того, как поправки будут приняты окончательно. Правильно ли я понимаю? Но юридического последствия у этого голосования не будет. Пока, ну, вы знаете, как есть у нас инициативы, когда, допустим, граждане собирают под какой-то инициативой подписи, да? Они обязательны для рассмотрения. То есть юридических последствий у этого сбора подписей нет, но последствия, отложенные, в любом случае есть. Уважаемые друзья, 15 января этого года президент России Владимир Путин начал спецоперацию, я ее называю путинский блицкрик, по сохранению власти на бесконечный срок. Те поправки, которые предлагаются в Конституцию, как раз и дают возможность Путину после 2024 года оставаться у власти неограниченный период времени. Это, по сути дела, ползучий конституционный переворот. Абсолютно то же самое. Это никакой юридической силы вообще не имеет. Поэтому вопрос в том, зачем вообще это все надо и что происходит на самом деле. Я считаю, что происходит просто очень серьезный кризис, кризис путинизма в первую очередь. Вот 20 лет путинизма, которые у нас идут, они сейчас пришли к ситуации, когда у них есть несколько очень серьезных моментов. Во-первых, программа 2020. К 2020 году мы должны были жить уже совсем в другой стороне согласно этой программе. Эта программа была фундаментальной программой Дмитрия Медведева и частично Владимира Путина. Эта программа провалена. Программу 2020 никто не вспоминает. Это была программа партии власти, Единая Россия. Они даже не упоминают ее. Ни Медведев не упомянул в декабрьском своем интервью, ни Путин не упомянул в программе федерального послания. Хотя можно было бы сказать, вы знаете, была программа 2020. К сожалению, выполнить ее не получилось по таким-то причинам. Но вот что-то получилось, как будто этого не было. И это провал огромной стратегической программы власти, которую она дала стране. В нормальных странах после этого уходят в отставку. Поэтому я считаю, что это правительство, это истерический просто шаг в ответ на те катастрофические последствия последних 20 лет. Все, что они намечали, ну кроме построить себе дворцы, дома, вывезти деньги за границу, вот не реализовали. Все, что касается страны, они стреском провалили. И это сейчас попытка мимикрировать умирающий труп просто, который они превратили в Российскую Федерацию. Но есть определенный предельный срок, при котором начинают меняться всякие физиологические изменения у человека. Это мы видим сейчас, что происходит. Потому что спасение страны получается сейчас только в том, чтобы поменять президента. Я другого тоже выхода не вижу. Если он не отступит, если он будет стоять на своем таким же образом, упираться дальше, то вся страна выносит туда чего-то делать. Чтобы противостоять этой спецоперации, мы поднимаем на знамена требования о том, чтобы эти поправки принимались не в формате имитации, не в формате фарс. И уже в самое ближайшее время нам говорят, что будет проведен какой-то мифический опрос граждан всероссийский. Этот опрос не регламентирован ни Конституцией, ни избирательным законодательством. Это очередная обманка, очередная имитация, очередная фальсификация. И поэтому мы выдвигаем требования референдума. Собирайте конституционное собрание, обсуждайте с народом и потом проводите референдум, где должен быть порог явки не менее 50%, потому что все остальное пропанация, где каждый пункт голосуется отдельно, а не как сейчас нам предлагаются проголосовать пакетом. Поэтому в данной ситуации требования референдума являются абсолютно правильным, может и должно консолидировать все прогрессивные слои общества, прийти и подать наши требования в администрацию президента. Требования именно те, которые я озвучил. Конституционное собрание, подробное обсуждение с народом, референдум, все четко по закону. И включить в том числе и другие поправки, не только президентские, а поправки от оппозиции, о том, что природные ресурсы должны принадлежать народу и государству, о том, чтобы судьи избирались, о том, чтобы парламент был наделен официальным полномочиям проводить расследование, о том, чтобы зарплаты чиновников были привязаны к тому самому прожиточному минимуму, Геннадий Ильич, как скоро будет референдум, на ваш взгляд? Ну, я думаю, быстро организуем. Путин хочет овечить свою власть после 2024 года в следующем хитром, циничном маневре. Итак, он предлагает народу, по всей видимости, 12 апреля, святой для нас День космонавтики, провести референдум о новых поправках Конституции. Поправок немного, но суть одна – создание нового, непредусмотренного ранее органа власти, Госсовет, Государственный Совет, который Путин хочет возглавить, чтобы рулить нашу страну и после того, как перестанет быть президентом в 2024 году. Схрубителем Путин опять считается дураком. Он пытается загнать нас с вами на избирательные участки 12 апреля, голосовать за очень правильные меры, но только в пакете, не по отдельности, ни в коем случае, да? С тем, чтобы помимо этой словесной шелухи, гарнира, которую нам пытается навязать, прошел его любимый госсовет, чтобы Россия по образцу Казахстана превратилась в байское феодальное государство, где власть несменяемая. А мы что, не сможем? Итак, они посыпались, они пытаются всеми недостойными методами сохранить свою власть. И главное для чего? Чтобы у них не отняли все эти ворованные деньги, которые они смогли накопить в 1991 году. В стране полным ходом идет подготовка государственного переворота. Внесенные Путиным поправки противоречат Конституции по своей сути. Ради этого под видом технических поправок в Конституцию вносятся на самом деле достаточно существенные изменения. Путин мухлюет с процедурой принятия поправок в Конституцию. По сути, он хочет достаточно кардинально поменять первую и вторую главу основного закона. Собирать Конституционное собрание Путин не хочет. Путину очень важна фейковая внешняя легитимность. Ему важно, чтобы за его вечную власть проголосовало население. Чтобы он потом тыкал результатами голосования направо и налево. Поэтому голосовать за поправки в Конституцию мы будем не на референдуме, а в ходе какого-то опроса. А вот что такое опрос, никто не знает. Нет такой процедуры в законе. Как хошь, так и проводи. Главное объявить результаты всенародным волеизъявлением. И вот мы имеем антиконституционные поправки в Конституцию, которые жуническим путем проталкиваются в рекордно короткие сроки. И все ради бесконечного продления личной власти группы жуликов во главе со случайно попавшим на пост президента человеком. Между прочим, это и есть государственный переворот в полном смысле этого слова. Таким он и войдет в историю. И в этой ситуации мы должны признать незаконность и нелегитимность поправок в Конституцию. Не в смысле их сути и содержания, а в том, что это попытка государственного переворота. Поправки написаны группой лиц в интересах вечного нахождения этой самой группы лиц у власти. Поправки, очевидно, принимаются в нарушении всех стандартов и процедур внесения изменений в основной закон страны. Путинские поправки – это такой вот ГКЧП 2.0. Добровольный опрос, который власти собираются устроить по поправкам, по сути превращается в референдум с одним вопросом. Этот вопрос – вы одобряете антиконституционный государственный переворот, который позволит Путину и его друзьям оставаться у власти навечно? Наш ответ, конечно же, должен быть – нет. Нет, мы не хотим, чтобы Путин правил вечно. Мы не хотим, чтобы группка жуликов переписывала Конституцию под себя. Ради этого вопроса Путин пойдет на такие фальсификации, которых мы еще не видели. Для него главный вопрос сейчас – это подавляющее большинство проголосовавших «за». А для нас важно показать, что очень и очень многие говорят «нет» вечному управлению одних и тех же людей. И важно сказать это «нет» сейчас, потому что больше могут и не спросить. Власть на самом деле нас очень боится. И когда значительная часть общества выразит свое несогласие, то увидите, как быстро эти ребята исчезнут. Наше будущее в наших руках. И это не просто слава. Изначально собрана такая команда людей, которые своим именем, своим общественным мнением, своим каким-то уважением за спортивные заслуги, за заслуги в области кинематографа, какой-то общественной деятельности должны легитимировать, по большому счету, госпереворот. Если говорить прямым языком, идет легитимизация и узаконивание государственного переворота. И хотят они, либо не хотят, они в этом участвуют. И вообще смешно, понимаете? Не прошло и двух дней, как президент Путин объявил о том, что он переписывает Конституцию. Якобы срочно необходимо внести правки в главный закон страны. И обещают, что мы это обсудим широкими народными массами. Давайте мы это будем обсуждать, разговаривать. А потом раз, формируется сразу же рабочая группа. В эту рабочую группу еще не все успели приехать. И уже во вторник приходит информация, что все, все поправки готовы, уже вносится в государственную думу. То есть три дня прошло с момента озвучивания изменения Конституции. Создана рабочая группа, и через три дня уже все поправки готовы. То есть рабочая группа вообще была не нужна. Это просто филькина грамота. Это какой-то фигов листочек, которым прикрыли гениталии. Все, по-другому это не называется. То есть это просто людей используют как одноразовые какие-то предметы личной гигиены, и они даже не понимают. То есть их даже не спросили. С ними посидели, попили чай, сказали, нам интересно ваше мнение, это все очень здорово, вы такие уважаемые, вы все такие красивые, вы такие все заслуженные с регалиями, и плюнули им в лицо, да? И самое смешное, что все они вытялись, никто ничего слова не сказал. А почему не было, например, разговора с реально важными институтами власти, институтами общества? Почему не было обсуждения с Российской Академией Наук? Почему не было обсуждения с профсоюзами? Почему не было публичной дискуссии в общественной палате, в Государственной думе? Значит, обсуждения в каких-то площадках, не знаю, там, в парламентах региональных. То есть вообще где дискуссия? Где разговор о том, что вообще что надо менять? А может быть не надо менять? Почему не было заключения тех ли, кто реально разбираются в конституционных преобразованиях? Где-то нормальная рабочая группа из ученых, экспертов, в которые бы входили не только единороссы и парочка оппозиционных депутатов, которые даже вообще не успели приехать и понять, что происходит, а уже все изменения готовы, да? То есть это профанация. И на самом деле мы видим, что идет колоссальная спешка. Они пытаются максимально быстро, в короткие сроки, на коленке, все это скатать, все это показать, все это подготовить. То есть они чего-то боятся. Нам сейчас предстоит до середины апреля минимум целая, блин, адская, извращенческая кампания, при которой всех будут агитировать, участвовать в каком-то странном... Я даже не знаю, как это назвать. ...в всенародном голосовании, которое не является референдумом, не является обычным голосованием. И вообще непонятно, нахрена она нужна, но она обязательно будет. Мало того, сегодня вот я уже видел в интернете, первые скриншоты пошли, как администрация президента, или какие-то пиарщики, они закупают уже рекламные места заранее, о том, чтобы заполонить... Теперь мы, друзья, объявляется всеобщая мобилизация, объявляется всеобщая мобилизация честных, порядочных, достойных, скромных людей, которым надоело видеть, как 30 лет обкрадывают их страну. Будьте готовы. 12 апреля мы должны дать им самый серьезный бой на избирательных участках. Мы должны всех закрыть наблюдателями. Мы должны доказать им, что нас больше обмануть нельзя. И как только мы выиграем 12 апреля, скажем нет, все эти словесные шелухи, призванные за консервирование пребывания Путина в власти, тогда Путина придется уйти в отставку, я думаю, гораздо раньше, чем в 2024 году. И вот наше дело в городе. Ураг будет разбит, победа будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok